Мы сегодня говорим на тему… Здравствуйте, во-первых, всем. Спасибо, что слушаете. Сегодня наша основная тема – это тема грин-карты для экстраординарных специалистов. И в основном будем отвечать на эти вопросы, так как мне интересно к времени. Но, естественно, если какие-то вопросы промелькнутся на другие темы, то я тоже на них отвечу. Наверное, всё-таки лучше… Вы же делали вступление, Михаил, поэтому, наверное, лучше к вопросам, потому что я тогда могу дать какой-то более открытый ответ уже на конкретные вопросы. Я думаю, так лучше будет. В практическом плане, вы правы, практически в практическом плане у нас не встречаются нобелевские лауреаты, но любые в практическом плане, любые специалисты, исключение только адвокаты, юристы, могут претендовать на грин-карту по этой линии. Очень даже не мешает высшее образование, но если у человека нет высшего образования, но очень многолетний опыт работы в своей сфере, и реально человек вырос до уровня эксперта в том, что он делает, отсутствие высшего образования не будет преградой пойти по этой линии. Но высшее образование по специальности, по которой человек работает, это большой плюс. Что касается, какие специальности? Все специальности подходят. Ну, вот желательно это должно быть что-то, что требует высшее образование, даже если у человека нет этого высшего образования. Ну, наверное, если это человек именно рабочий, то есть рабочая физическая какая-то специальность, ну, будет очень сложно, в принципе, такому человеку делать, у него экстраординарного специалиста, просто по той причине, что будет очень сложно доказать, что экстраординарность для того, чтобы доказать. Как она вообще доказывается? Если просто общими-общими словами нужно доказать, что человек-специалист такого высокого уровня, что его можно посчитать, что он входит в топ 2-3% в своей сфере. То есть для того, чтобы это сделать, как в математике, существует 10 пунктов. И по этим 10 пунктам мы должны максимально доказать, что человек соответствует категории экстраординарного специалиста, и таким образом можно считать, что он поднялся на уровень нескольких процентов лучших специалистов в своей сфере. Это можно сделать для практически любого специалиста, но, может быть, за исключением таких вот работ, которые чисто физические работы, если у человека не было при этом большого количества публикаций, процентов, допустим, выступлений на конференциях, ну, наверное, можно креативно поработать с человеком, который токарь на стенке, потому что нет специальной формулы. То есть я тоже просмотрела так бегло вопросы, которые люди задавали в комментариях, я просто на них не отвечала, потому что хотела уже сохранить это для беседы с вами. Но так бегло, просмотрев вопросы, промелькнули такие вопросы, например, а что нужно, какие документы подойдут, как вообще строить это портфолио для экстраординарного специалиста. Смотрите, если бы был шаблон и был бы такой список, тогда что бы был экстраординарным? То есть вся суть и тонкость того, что мы делаем портфолио для экстраординарного специалиста, это то, что это такой custom made. Понимаете, это как бы креативно нужно подойти даже к каждому айтишнику, каждому химику, каждому фиксу, инженеру, финансисту, художнику и так далее. То есть мы должны из этого человека сделать экстраординарного, то есть он должен отличаться от 98% быть лучше, чем другие в его сфере, в его стране. По этой причине у нас не может быть шаблона и не может быть конкретного четкого списка, который заранее уже составлен. То есть вот эти 10 пунктов, которые составлены, там публикации, оригинальные труды, коммерческий успех, состоятельства, верить ли вы в каких-то организациях, это такой очень общий список, который подходит, как говорится, на все случаи жизни. Но не все пункты подходят под каждую социальность. Обычно требуется, чтобы минимум 3 из 10 критериев были четко и без сомнения удовлетворены. Но в практике мы стараемся, чтобы хотя бы 6-7 критериев мы четко без сомнения удовлетворили. Иначе, если идти по минимуму, тогда по минимуму, тогда иммиграционная служба противоречит сама себе. С одной стороны, у них закон, что из 10 хотя бы 3, представьте, пожалуйста. А в практике, ах, у вас только 3, какой же вы экстраординарный, если вы даже не могли заполнить 90% в 10 вот этих пунктов. Получается такая палка о двух концах. Поэтому мы стараемся помочь людям заполнить как можно больше этих критериев. Но может быть 1-2, которые просто реально никак не подходят. К примеру, если это инженер, но он не будет в музее выставлять свои работы. Хотя может, да. Или если это художник, навряд ли у него будут патенты. Хотя тоже такое может быть. Вот, поэтому оно должно как-то логике соответствовать. Поэтому там не 3 критерия, не 5, а 10. И мы выбираем, что нам максимально можно подтвердить. Ну, смотрите, на все случаи жизни, на абсолютно все профессии никто этот список не составит. И плюс для всех стран. Даже если мы сейчас говорим по-русски, и слушатели, ваши подписчики живут в разных странах, где люди говорят по-русски. Может быть, страны, где это не русскоговорящая страна. Поэтому ассоциации могут быть в той стране, где человек проживает. Поэтому сесть и составить список для всех профессий в каждой стране, где русскоговорящее население, это нереально. Но есть ответ на этот вопрос. То есть это должны быть ассоциации, пусть одна или две, которые считаются престижными, которые не просто любой человек может заплатить какой-то минимальный взнос и вступить. А там должны быть критерии, которые описывают, кто имеет право или кого приглашают по членам ассоциации, за какие-то свои заслуги, свои свердеть. Поэтому это должна быть какая-то ассоциация, которая как бы не для всех. Но можно начать с той, которая всем доступна, а потом сделать что-то интересное и быть приглашенным или иметь право, чтобы вступить в более такую, не то что серьезную, но более престижную, более закрытую. Ассоциацию. Окей, значит, тоже нужно дать развернутый ответ, чтобы люди понимали вообще, почему и зачем. Значит, в этом деле есть три вида расходов, затрат. Первый – это юридическая работа, которая делится на три этапа. То есть первый этап – это подготовка всех этих материалов, подача и рассмотрения, вот самый такой тяжелый этап. А второй этап, третий этап – это чисто формальная бумажная работа, которая тоже должна быть правильно выполнена, подготовка документов, прохождение собеседования, если человек едет из-за границы в Штаты. Значит, на каждом этапе есть стоимость работы юриста, адвоката, и есть также пошлины государственные. Поэтому если называть сумму общую, надо понимать, когда за что платить. Общая сумма также зависит от того, выбираем мы ускоренное рассмотрение первой вот этой части или не выбираем, сколько членов семьи. Потому что на первой стадии стоимость не зависит от того, сколько членов семьи. А на второй, на третьей, пошлина будет увеличиваться в зависимости от того, сколько человек едет. Например, смотрите, первая часть, она обычно стоит… Ну, наша работа стоит 10 тысяч на первой части. Это самая тяжелая такая часть работы, где мы собираем все материалы, подаем и ждем ответ. Если есть запрос на дополнительные документы, что случается примерно 30-40% в случае, тогда еще 4 тысячи стоит работать. То есть на вот этой первой самой стадии тяжелой она может стоить или 10, или 14 тысяч, в зависимости от того, что миграционная служба попросит. Есть пошлина. Обязательная пошлина 700 долларов, а выборочная пошлина за ускорение еще 1225. Поэтому, получается, первая часть, она может обойтись, если с ускорением, тогда это будет 12 или 16, потому что могут попросить еще дополнительную работу сделать, могут нет. Если без ускорения, тогда она будет 10700, или она будет 14700. Понимаете? То есть нельзя дать конкретный ответ. А на второй и на третьей стадии работа адвоката гораздо дешевле, но это зависит, сколько человек в семье, потому что на каждого будет стоя пошлина, и стоя делает, будет делать пакет документов. То есть на второй стадии есть пошлина по 345 долларов человека от National Visa Center. Если один человек, тогда 345 плюс моя работа – 1000. Если 5 человек, значит, мы умножаем 345 на 5, 1000 на первое, по 700 за каждого последующего. То есть это все примерно будет, тогда не 1000 с чем-то, это будет где-то 4000 или 5000, то есть вторая стадия. Третья стадия тоже. Медицинские расходы стоят, распечатывание грин-карточек стоит, доставки паспортов стоят. Это еще может, если это один человек, так это будет с моей работой вместе с 1500. А если это 5 человек, это умножается на эти пошлины. Поэтому, в принципе, до 20000 как бы обходится вот этих три этапа, которые растягиваются на полтора-два года. Вся моя работа и пошлины. Смотрите, это то, что делает юрист, я делаю или другой иммиграционный офис. Но в чем особенность нашего офиса? Мы даже можем сказать, что мы своего рода имеем какое-то интеллектуальное имущество. То есть мы имеем метод подготовки вот этих портфолио на экстраординарного специалиста, который другие офисы просто не представляют, или они не умеют, или просто они это не делают. Потому что это комплектная услуга, которая несет за собой очень много технической, инженерной или другой технической креативной работы, которую некоторые специалисты, работающие со мной, не юристы, делают за дополнительную плату для клиентов. Потому что если просто человек приходит, и у него нет документов, которые нужны, он просто разворачивается и уходит, говорит, я понял, это не для меня. То есть я не вижу в себе, как вообще мне это все построить. Очень маленький процент людей, которые уже все имеют, которые готовился к этому 20 лет или просто имеют много лет работы и реально имеют уже очень много достижений, и которому нужно все правильно оформить и подать. А большинство людей приходит за диагнозом иммиграционным и планирует что-то на будущее и хочет, чтобы помогли, ну как бы не то, что с нуля, но как бы с какой-то базы все это построить. Поэтому наш отец как бы уникален в том, что мы работаем не только с юристами, а с специалистами доктор наук, еще с несколькими специалистами высокого класса, которые на любую тему помогают людям как бы создать, помочь им создать эти материалы, которые не какие-то там левые материалы, а которые настоящие, но построить людям портфолио, помочь им запатентовать что-то, помочь им написать их в публикации. То есть или просто упаковать то, что есть, как вы сказали вашими словами, или просто помочь им это увидеть или посоветовать вообще, что можно сделать в этом случае. Люди очень часто, смотрите, мы выросли в бывшем Советском Союзе, все, кто слушают вас, правильно? И люди не привыкли сами себя хвалить, сами в себе найти, что в них такого уникального. Но кроме всего, вы правильно спросили в самом начале, ну неужели все подойдут, даже токарь или там даже еще кто-то, подходит тот, кто может быть полезным для Америки. То есть кроме вот этих 10 критериев, мы должны еще предоставить такой план, где мы опишем, как этот человек применим на национальном уровне, и почему Америка должна так сильно захотеть этого человека без работодателя, без знания английского. Английский не требуется, это ни один из критериев. Почему так сильно его надо захотеть пустить с гринкартой сразу на 10 лет, и всю его близкую там семью, жену или мужа, или детей до 21 года, сразу-сразу вот так на 10 лет гринкарт. Не работы нет, и не обязательно даже потом делать то, что он обещал делать, а просто вот взять и подтвердить его, и приезжай, и живи. Поэтому мы должны так предоставить его как личность, как профессионала, чтобы иммиграционная служба сказала, да, это человек реально экстраординарный, и мы не видим проблем, а видим в нем пользу, и хотим его очень, и он без проблем или сам будет работать, или найдет себе работу. Окей, знаете, из тех, кого мы взяли, я вам сейчас просто скажу, как мы принимаем решение, ну, потом скажу, ладно. Из всех, с кем мы работаем, у нас их десятки заходят, да, то есть у нас там в процессе больше, чем 20 одновременно. Вот, у нас один только не прошел, и мы знаем, почему он не прошел. Вот, одна из проблем. Да, ему отказали даже после того, что мы получили запрос на дополнительные документы, это ему тоже отказали. Вот, не прошел он по той причине, что, ну, как бы не совсем был откровенен с нами, будем так говорить, да, и минус был в том, что человек не мог просто вот достичь какого-то успеха, а потом уже положить руки и ничего не делать год-два, перед тем, как его рассматривают и проходят собеседования он. Потому что мы должны показать, что он экстрадинарный, и он сейчас прям вот на высоте своей профессии, вот он все делает сегодня, он полезен, он востребован, приезжает или он, или она, приезжает в Штаты и будет прям вот продолжать в этом таком духе дальше. А человек сказал, что да, я такой успешный, вот у меня это то, а на самом деле оказалось, что он там последний год-два вообще прячется и как бы ничего не делает. Вот, то есть это была основная причина, хотя иммиграционная служба не совсем так говорит, но они говорят, мы в этом сомневаемся и в том сомневаемся, докажите, он говорит, а я вот это не могу доказать, и это не могу. Вот, то есть в принципе мы стараемся очень осторожно выбирать кандидатов, с кем мы работаем. Кроме того, что люди консультируются со мной, я вижу, что есть потенциал, есть база, как это все сделать, они также после этого консультируются с одним из старших специалистов, которые со мной работают, который дает им свою такую оценку как технический специалист и также мне дает свой отзыв. Мы только потом человеку предоставляем уже материалы, связанные с финансами, с процессами и так далее, но мы как бы двойную такую проверку, такую консультирую, упаковывается. То есть с айтишниками, смотрите, потому что горячая такая сфера, сфера, вообще все, что связано с компьютерами, с информационными технологиями, вообще для инженера, для айтишника, для научного любого сотрудника. Проще всего строить всю эту схему, потому что очень большая востребованность есть в Америке для таких людей. И мы знаем, что делать. То есть что делать для того, чтобы показать, что он стоп несколько процентов в своей сфере, у него должен быть ряд публикаций технических и должны быть патенты. То есть этот человек должен отличиться от почти всех, он должен быть лучше, чем другие. Поэтому кроме конференций, состояния в организациях и так далее, вот нужны его оригинальные, оригинальный, уникальный вклад в его сферу. Со спортсменами сложнее, сложнее, можно, но сложнее получить эту грин-карту. Это должен быть спорт, который распространенный в Штатах, потому что бывает спорт, который очень распространенный где-то, но в Штатах он не такой распространенный, популярный. Для спортсменов очень важно участие в Олимпиадах. То есть чем ниже уровень чемпионатов, которые они выигрывали, тем будет сложнее доказать, что они экстраординарные. То есть если нет Олимпиад, очень сложно. И спортсмены, это могут быть спортсмены, которые для себя, как для участника делают эту грин-карту, или тренер. Например, спортсмен добился каких-то высоких результатов, но он, например, не был победителем Олимпиад, а его ученики были. И тогда мы должны смотреть, что больше подойдет, как построить лучше вот эту схему. Опять, все сходится к тому, насколько ту работу, которую делает человек, можно перенести территориально в Штаты и показать ее применимость, ее пользу. То есть если, например, журналист, который имеет очень много уже наград и всяких приглашений куда-то и цитируется, там, не знаю, публикуется, что он будет делать в Америке? То есть если он настолько грамотно, интересно пишет, может быть, с переводчиком на английский будет такая же слава и в Америке. То есть просто, наверное, будет немножко сложнее, но при желании можно. Мы обычно рассказываем на консультации, мы смотрим на уникальную, как бы на каждого человека ситуацию и как бы разбираем по ниточкам, знаете, что на кого учились, о чем пишут, куда ездили, кто публикует, какой тираж, куда приглашали, кто там, кто приглашал, куда и так далее. И смотрим, как вообще можно это использовать в Америке. И мы с человеком, я же говорю, я консультирую. Также специалист, который лучше разбирается в сфере журнализма, скажем, а потом мы никого не подталкиваем оформлять документы. Мы смотрим и говорим правдиво, мы считаем, что нужно столько времени потратить. Кому-то можно 6-8 месяцев на подготовку. Например, 20 лет человек имел уже такую серьезную карьеру и уже много всего имеет. А кто-то 2-3 года работает. Естественно, время на подготовку будет совершенно разное. Правильно, 99% адвокатов, все наши коллеги, никто не берется, поэтому мы вот так вот, ну мы себе, я просто создала себе такой уникальный бизнес, где со мной работают меньше адвокатов и больше специалистов, которые именно технические, потому что мы людям помогаем это построить. Это правда. Ну, смотрите, просто есть EB1, это мы говорим сейчас про экстраординарные способности. Вот. Есть еще экстраординарные, может быть, имеется в виду, что хотим узнать про Multinational Managers и Executives, это, например, секция C, но мы не говорим сейчас про это. То есть вот EB1, он на самом деле имеет вот эти вот названия, секции, я как бы их не запоминаю, там, ABC, но они как бы, да, действительно отмечены так. Мы сейчас говорим только про, это, наверное, про секцию A мы говорим, мы говорим про экстраординарных специалистов. Multinational Managers, это, скорее всего, секция C, это люди, которые мульти, которые менеджер, у них обычно сначала L-виза, вот те, кто по L-визе вначале едут, обычно они открывают филиал своего бизнеса, а потом они тоже по экстраординарной линии, только они не по экстраординарной, по EB1 линии, но они сами себя переводят сначала по L-визе, а потом оформляют green card, тоже, то есть без чужого работодателя, ну, как бы сами через свою компанию. Ну, они в помощь, смотрите, то, что имеет какой-то вес, это награды, там, типа, первое, второе, третье место, там, золотая, серебряная медаль на каких-то конкурсах, весомые, это награды, которые международного или федерального, национального уровня. Обычно то, что от компании, оно слабее, но человек должен понимать, что, скорее всего, вот у него нету всего, естественно, у него может быть там часть одного критерия как-то покрыта, но мы можем направить и посоветовать, как получить вот эти награды в их сфере. То есть, что еще можно сделать интересно? Ну, и да, и нет. Смотрите, мы тоже, у нас есть и художники в процессе, и у нас есть преподаватели разные. Значит, ну, во-первых, мы, естественно, уникально схему, что делать в конкретном случае, разрабатываем всем свою. Но что можно сказать про преподавателей? Преподаватели обычно должны иметь свою методику, то есть не мешает, если какие-то книжки публиковали или хотя бы свои как бы вот планы, как они проводят уроки. Естественно, успешные ученики и обилие этих учеников тоже большой плюс. Но тоже вы должны отличиться от всех других преподавателей. То есть, мы должны вас поднять на уровень, где вы не просто преподаватель хороший, популярный, а вы самый лучший. Смотрите, мы стараемся, стремимся к тому, чтобы людям назначить время в течение 15 рабочих дней. Бывает так, что люди звонят и говорят, вот просто, ну, умоляю, просто вот вы, я, вот, и мы уезжаем через два дня, просто нас очень сильно там рисуют и просто вот умоляем. Ну, вот в любое время, там, ночью у нас, там, в три часа ночи у нас, ну, пожалуйста. И как бы мы можем пойти, это мы не можем каждому сделать, потому что все равно график заполнен и не могу работать там 24 часа. Но мы стараемся людям назначить это время вот в течение двух недель. Но, к сожалению, это все не, как говорится, камнем, вот, просто забито, потому что вдруг пожар случается и кому-то нужно перенести потом назначенное время. Поэтому, естественно, мы просим людей, ну, как бы спокойно, стараться, ну, как бы терпеливо относиться к этому, потому что вы могли оказаться в этом пожаре. Вот. Плюс, ну, может так получиться, что я просто вот заболела или, например, задержали в суде, позвонили сюда или там откуда-то еще и сказали, Светлана, срочно, вот телефон, вот сейчас. То есть, понимаете, вот смотрите, все пункты, они немножко как-то так взаимозависимы друг от друга, понимаете, потому что вроде как нам только три нужно убедительно доказать. Мы хотим в практике доказать шесть-семь, потому что трех недостаточно. Но даже если мы доказали шесть-семь, а всего три нужно, не исключено, что будет запрос на дополнительные документы и начнут спрашивать, чисто используя логику. Если вы такой супер, супер такой успешный художник и ваши картины в музее, почему же у вас нет студентов частных, которые готовы вам платить много денег за уроки частные? То есть у нас есть клиенты, которые начали с нами, допустим, подготовку. У нас недавно кто-то из России не думал, что даже близко что-то можно будет сделать, но мы, правда, больше года готовились. Человек получил подтверждение, не художник, но ручная прикладная работа, которая выставляется в музеях, и мы как бы достаточно сильно развили эти нас человека, где начали больше выставляться, продаваться. То есть нужно вот такой пиар развить вокруг вашей работы. Ну, просто вы должны, чтобы грин-карты не лишиться, вы должны считать своим местом, постоянным местом жительства Соединенные Штаты Америки. То есть вы должны иметь постоянный адрес, платить налоги, вы должны стараться половину времени хотя бы находиться в Штатах. А если вы разъезжаете постоянно, потому что у вас такая работа, вам просто будет сложно получить гражданство, если вы не набрали там из пяти лет минимум половину времени физического пребывания. Но если у вас, допустим, по заграницам выставки, вы навряд ли одноразово будете уезжать на шесть месяцев. То есть вам что-то говорит. Поэтому нужно просто тоже использовать логику. Ну, в принципе, это решаемый вопрос. Если вы... Ну, это того и другого. Ну, просто если обычно в консулате дольше, ну, больше задержки, чем в National Visa Center. Но это зависит просто в определенный момент, как бы, что происходит с посольством. Вам National Visa Center обычно довольно быстро все рассматривает, но три месяца – это не такой большой срок, то есть с момента оплаты или с момента того, что вы все документы предоставили. Но я бы сказала, что если вы будете ждать полгода на уровне National Visa Center, это довольно долго, и можно сделать запрос. То есть я бы, наверное, подождала месяца четыре, там, максимум пять, и сделала бы запрос. После этого, ну, ожидание собеседования в посольстве тоже должно до полугода занять, даже с очередь. Смотрите, сложнее чуть-чуть быть с профессиями, которые требуют лицензию, например, там, стоматологи, медработники, врачи, даже самого высокого уровня. Поэтому, если нет американской лицензии, а, скорее всего, нет, тогда для того, чтобы пройти по этой линии, нужно делать что-то ближе к академии, то есть вот к ресерч, и нужно иметь свои патенты на что-то. Мы помогаем с этим, естественно, за дополнительную плату. Это не может быть просто доктор, который очень востребованный, который, ну, по своей работе, по своей практике медицинской проходит по этой линии. Нам нужно будет чуть-чуть менять направление и уклон делать в сторону, то есть больше к исследованию. Ну, ничего, просто нужно посмотреть, насколько это на национальном уровне, если это по всей Грузии, вот в таких крупных церквях. Нужно смотреть с этим человеком интервью, тоже смотреть, может быть, выезжал куда-то на конференции за пределы Грузии, может быть, куда-то приглашали выступать, может быть, оценивал работу. Мы до писем, мы как бы письма еще не упомянули, вот кроме критериев, которые мы говорили, про которые, и кроме пользы, которую человек принесет Америке, нам еще нужно минимум пять рекомендательных писем от людей, которые сами довольно считаются высокими специалистами в своей сфере, которые смогут написать о нашем кандидате то, что нам нужно, чтобы написали. Поэтому, естественно, одно письмо — это начало, но нужно будет собрать, оригинальные труды, публикации, имя публикации о них, состоите ли вы в профессиональных организациях, выступаете на конференциях или выставках. То есть у вас может не быть там всяких наград национального уровня, но можете занимать лидирующую позицию, вы можете иметь высокую зарплату или коммерческий успех. И вот публикации, оригинальные труды, патенты, то есть вы покроете сразу ряд критериев. Нам с программистами это одна из таких очень распространенных сейчас профессий и горячих, я уже сказала в начале нашей беседы. Нам с программистами легче всего что-то лепить. Обычно дети до 21 года могут подойти под этот уровень, хотя будет очень сложно доказать. Нет дискриминации возраста, но просто нужно показать, на возраст же никто не смотрит. То есть кому-то может быть 70 лет, а кому-то 22, а кому-то 14. Но нужно показать, что она уже на уровне топ несколько процентов ее сферы. Но даже, допустим, она это докажет, она не может соединить своих папу с мамой и брата с сестрой по той причине, что она младше, чем 21 год. Поэтому она сама может приехать. Если докажет, как бы что она, ну вообще обычно редко родители отпускают в таком возрасте, плюс она навряд ли в 14 лет покажет, что она выше, чем 98% людей, которые тем же самым занимаются, которые будут с ней соревноваться. То есть смотрите, это может быть практически со всеми, у кого есть желание строить что-то, можно строить. Просто кто-то, кто сегодня задавал вопросы, уже все имеет, а кто-то имеет желание, имеет базу как бы с чего начинать, но мы еще не готовы сегодня вот запускать такой пакет документов. Вы знаете, просто люди, многие, я просто уже заметила из как бы однообразных таких вопросов, которые задают мне. Просто EB1, вот эта грин-карта, она почему-то недостаточно разрекламирована и люди не совсем знают вообще, что это такое, путая это с визой Оу. На самом деле виза Оу это такая временная ступенька для людей, которые лучше, ну как бы выше уровнем, чем H1B, которые для специалистов вот рабочей визы. Оу виза не требует, нет таких требований квоты лотереи, как у H, но она практически не такая распространенная, как EB1, потому что Оу виза, для нее нужен работодатель, ей нужно самому начинать свой старт. поэтому скорее всего человек все-таки думает про грин-карту, нежели про Оу визу. EB1 в основном подается из своей страны, но некоторые люди подают на месте в штатах тоже, то есть есть и такая и такая опция. Скорее всего у нас в такой рекламной больше в профессии кто-то был, нужно показать, что просто успешно может эту работу тоже выполнять, есть скорее всего свои разработанные методики публикации приглашения куда-то на конференции, например, может заседать в жюри и судить работы других, занимал лидирующую позицию, например, благодаря этому маркетологу фирма, где работал или консультировал, допустим, как независимый контрактор, фирма достигла очень высокого коммерческого успеха благодаря работе этого маркетолога. Вот именно, знаете, поэтому нет одинакового такого, знаете, стандартного ответа для всех. Летчик более такая уникальная сфера и я не знаю, насколько военный летчик, о котором мы сейчас говорим, имеет настолько много заслуг, чтобы отличить его от 98% этих летчиков. Поэтому я думаю, в случае летчика, если он реально очень такой талантливый, в этом случае нужен работодатель, потому что что будет делать военный летчик без работодателя. То есть я понимаю, что будет делать, допустим, архитектор или инженер или преподаватель без работодателя. Военный летчик это очень такая специфика тонкая, поэтому, наверное, лучше получить ОВИЗу, найти работодателя, а после этого делать Гринкарту даже без работодателя, но нужно показать, что есть применимость к этой работе. Михаил, вы смотрите, наверное, как и в любой другой сфере, не знаю, там ремонт машины или там что угодно, то есть, наверное, мошенников больше, чем профессионалов, настоящих, известных мошенников больше. Поэтому, наверное, чтобы не попасться, нужно читать отзывы, нужно проверять, или есть лицензия, нужно вот просто, ну, самое главное, наверное, проверить, или есть лицензия, и почитать отзывы, потому что, ну, специалистов много, и без, наверное, без отзывов, без рекомендаций от кого-то можно реально попасться. Ну, можно пару вещей сказать в завершающих. Смотрите, первое, это, ну, вот, к сожалению, нет такой формулы, одинаковой для всех, но шанс есть практически, ну, у многих, у многих специалистов построить им портфолио по IB1-линии. То есть, главное, конечно, наличие все-таки средств и терпение, и, ну, как бы, возможность подождать полтора-два года или минимум год для того, чтобы все это оформилось, это быстро не происходит. А второе, я, ну, как бы упомянула вам раньше, вот, хотела бы такое обращение, ну, людям, к людям, которые, может быть, вообще никогда не думают, думали о том, что IB1, вот эта экстраординарная линия для них, наоборот, например, смотрят, и не хотят статус беженца делать, но хотят эмигрировать, и, допустим, морально, там, не знаю, психологически, вот им как бы, им нравится идея инвестиционной, вот этой грин-карты, где нужно 500 тысяч вложить в какой-то проект. Но, или боятся рисковать этими 500 тысяч, потому что кроме 500 тысяч, им еще нужно порядка 100 тысяч потратить на всевозможные сборы. Вот. Есть люди, которые просто не набрали эти 500 тысяч. Вот им бы очень хотелось, именно по этой линии она импонирует. Мое такое обращение к людям, которые, вот, как бы, допустим, не набрали 500, а набрали 100, или набрали 200, или 300, и вот не знают, что им делать. Как бы мы хотели им через инвестицию, а IB1 даже не задумывались. Вот просто такое, знаете, практическое обращение, что если вы задумывались о пути миграции через инвестицию, но по какой-то причине нет возможности внести 500 тысяч, вот эта линия IB1, она, скорее всего, для вас, потому что IB5, вот эта инвестиционная, она занимает 2-3 года на рассмотрение, и она стоит, кроме 500 тысяч вложений, еще порядка 100 тысяч, в результате чего вы получаете грин-карту на 2 года, а потом через 2 года нужно подавать на постоянную грин-карту. И гораздо проще и дешевле сделать IB1. То есть, если у вас уже есть, скажем, 100 тысяч или 50 тысяч или больше, можно за деньги построить очень сильный кейс по IB1, поэтому можно на эту тему задуматься. наследство, он как-то заработал эти деньги. Скорее всего, если это какой-то экстраординарный бизнесмен, то он наш кандидат на IB1, потому что нужно иметь навыки, нужно иметь какой-то жизненный опыт и какие-то навыки, чтобы эти деньги заработать. Спасибо, спасибо, хорошего вечера и выходных. Спасибо.